друзья всем привет я рад вас всех приветствую на своем канале кто не подписан обязательно подписывайтесь впереди много видео много интересного будет ну что сегодня второй день с момента запуска моего скиммера ровно сутки прошли да действительно он справляется он прямо относительно спасает ситуацию то что у меня есть происходит вот очень много всякой гадости засасывает себя даже корм иногда плавающий где он там корме просто обратно отлавливаю говняшку зацепился малек плавает активно прямо вот поверхность воды гладь но вот это зеркало чистое стало мне это очень нравится вот а вся вот это вот муть вот видите пенка на всякая фекалии все плавает здесь теперь и что заметил вот в этом фильтр и да где у меня нейлоновая сетка он начал активнее загрязняться прямо значительнее стал загрязняться вот рыбка может начала выплывать из-за того что стала чище гладь воды она видит кто в округе находится и как бы не боится он они тусят возле кормушки но такая вот самодельная система просто канистра на 20 литров или на 15 там насос просто опущен тупо насос туда и подается ящик ничего особенного до вода еще зеленая еще цветет но по крайней мере вообще по на поверхности нету то есть там вот одна штучка какашка плавает как взвесь и все как бы не пылинок сверху ничего нету рыба тусит там давайте им дам это виды немного попала посмотрим ну короче скиммером я доволен прямо он изменил мое представление об этом я думал да скиммер скиммер что там скиммер хрень какая-то с поверхность чего там собирает они на самом деле очень даже помогает а если еще увеличить но то есть насос нормальный поставить никак у меня слабенький то и результат будет конечно совсем другой будет прямо момента все туда засасываться все отправляться в насос закончился у меня он тот корм не знаю говорила нет сейчас вот на другой корм но они его неохотно едят наверно еще не привыкли потому что он ну и по запаху как бы не такой как бы тот прямо рыбой вонял а этот но он такой оля пол синтетический но в нем больше белка по идее рыбы должна давать больше прирост но на бумаге написано одно по факту будет смотреть на другое по крайней мере сейчас зеркало воды мяус радует и то что рыбка начала ближе к поверхности поплывать поверх плавать видит то что где я хожу и не боится малёчки растут кушают но их ряды подрядила моя рыбка большая то есть я не за либо карась большой либо там может амур бы это съел может сами карпы съели малька я штамп по одному сантиметру по полтора по два сантиметра привозил то есть они совсем маленькие маленькие были вот и соответственно как бы это очень хорошо просил количество поэтому я и буду в будущем ставить несколько баков таких вот и разводить них но чем я новенького то все убрал огурец один здесь и один здесь который был домой занес посадил в горшки буду поливать вот этой водичкой как раньше поливал и все будет прекрасно расти и давайте там уже он начинает отходить прямо за сутки даже не тоже за сутки вчера ночью перед вечером пересаживали за за 12 часов грубо говоря уже листочки начал новые давать ему там хорошо там нету этого убийственного а зона который выделяется и калечит перец убрал отсюда сегодня осталось клубнику пересадить клубнику уберу и чё еще и сделал напрямую отсюда сразу в пруд трубу напрямую пущу чтобы в трубе не скапливалась ничего особо и не нужна эта труба я ее для теплицы для другой сделали на улицу сделаю пирамидку как я и хотел и буду там выращивать ну в летний теплый период может домой сделаю пирамиду посмотрим точно без дела не останется не зря я покупал и она себя показала то что она очень очень хорошо растение растут когда вот в воде и есть какое-то питание для них колготки вот эти которые до на трубе у меня тоже болен я каждый день удивляюсь когда промываю каждое утро сколько там грязи вы просто не представляете это больше грязи чем просто из пруда она если поступает он туда фильтр просто в разы наверное это с корней все да там остаточное с корней и соответственно от биозагрузки вот там просто кошмар ну как бы и качество воды улучшается соответственно уже эта грязь не попадает в пруд и он перестает цвести меньше патогенные флоры здесь рыба как кушала так и кушает она и больше кушает но по крайней мере теперь не попадает туда вот этот шлак какой-то просто там такая грязю там еще попадается даже стружка я сейчас вот но промываю даже стружка попадается которая вот я пилил дырки до сих пор вообще капец два месяца засорял прудик ну ничего главное мы осознали свои ошибки мы сделали правильное решение по крайней мере даже тот же скиммер сделал вот и оса кыш оса залетел хотя у меня у меня есть вот сейчас у меня мысли по вообще по биозагрузки не знаю оставлять ее или нет если у меня будет а за озон доработать как-то вот кто знает как сделать систему у озона чтобы максимальная насыщалась вода вот этим озоном не знаю может какую-то сифонную хрень сделать кто делал посоветуйте или там скиньте ссылку на видео как как это сделать чтобы он и меньше вонял туда и максимально было польза а то здесь глубина 0 7 метра как бы совсем мало и он просто большая часть его вылетает не успевав не успев ну после вступить в реакцию да то есть кпд маленький у него совсем вот что озонатор очень мощный кпд получается по итогу мало вот пошли я сегодня пробовал сделать систему он даже трубы валяются сделать этот аир лифт из него но диаметр надо меньше тогда может что-то получится а так большой диаметр не получился просто поэкспериментировал и как многие но не заснял видео там один камушек у меня уже начал отвалиться точнее он отвалился его вытащил штырек оттуда изнутри а а он его раздела короче от озона и мне пришлось его обратно вклеить туда вот я читал об этом то что камни не выдерживают частенько но и меня это участь настала поэтому тоже и второй вопрос как озон может не через мембрану там не через камни распылительные через нейлоновую сетку там с большой ячейкой там свои 70 ячейку через 80 летом через еще сороковую будет прогонять чтобы она распыляла может так можно сделать у кого озонаторы стоят прямо с максимальной кпд работают поделитесь буду очень признателен и рыба тоже вам плавниками и хвостом помашет так что такие вот дела такие вот у меня радостные новости плавают плавают малёчки конечно еще сказывается то что солнце сейчас вот неделю уже ну не пять точно солнышко нету меньше цветет этот скиммер поставил вы все вместе конечно купе это сказывается растение убрал столько грязи был на корнях вот гнили прямо знаете такая как слизь она такая просто ужасно столько слизи на корнях это все сюда текло столько времени короче это не все виной знаете что виной все это вот этот биозагрузка то что грязь от него летит туда и оседает на камнях она начинает гнить слизь превращаться и короче не очень хорошо все получается но вот в данном случае вот сейчас как она работает системы все она идет на поправку я вижу прямо результат значительный конечно можно еще ультрафиолет выпить сюда да попробовать какой-нибудь сделать самодельный вот но пока посмотрим так пока так посмотрим можете не придется сейчас растение уберут эти которые у меня тут кубника пошла у нее тоже там на корнях я уверен говна много сделаю напрямую с бака и уже будет понятно в течение там трех-четырех дней какой результат ну не знаю мне почему-то вот все время нравится на малька смотреть большая рыба конечно прикольно да ну вот малек когда он растет когда ты почти каждую знаешь видишь его каждый день прямо интересно подрастают подрастают толстые вообще плавают вот здесь такой черный вот он наверх подплывает толстичок самый большой наверное ну уже за 6 за 7 сантиметров раза в три точно больше стал покушать такую он тот золотистый тоже большой плавает но самый толстый это короче вот этот черный вот такие вот результаты ребят и девчат спасибо что смотрите спасибо что подписываетесь оставлять комментарии умные комментарии да кто там с подколом оставляет на это дай бог но мне нравится что дельные советы даете я их как могу воплощаю но вот самый главный у месяц вопрос это как со зонатором быть чтобы максимальная кпд было от его работы кто знает подскажите буду очень вам признателен плана все увидимся в новых видео всем пока и удачи